Всем привет, с вами Димон, вы на канале Всекитай. Ну что ж, вы просили, получайте. Сегодня у нас сравнение двух китайцев. Lenovo Z6 Lite будет бороться с Redmi Note 7. Так что, друзья, заваривайте хороший вкусный чай, берите печенюхи и поехали. Ну что ж, с дизайном, я думаю, вы сами определитесь и выберите то, что вам больше нравится. Lenovo или же Xiaomi, потому что смартфоны как бы разные, но основные черты у них плюс-минус одинаковые. Потому что это типичные смартфоны 2019 года. А вот материалы корпуса, конечно же, здесь разные, потому что Lenovo Z6 Lite это полностью пластиковый, полностью глянцевый смартфон. И этот материал я терпеть не могу, потому что это все царапается моментально. Только от одной мысли, что у тебя поцарапается смартфон, он уже расцарапан. Короче, не люблю, не люблю этот глянцевый пластик. А вот Redmi Note 7 получил стеклянную заднюю крышку, которая так быстро не царапается. Ощущается поприятней, а вот рама, к сожалению, тоже пластиковая и тоже глянцевая. А вот сборка у них хорошая, ничего не болтается и не скрипит. Оба смартфона получили USB Type-C. Есть разъем для наушников, есть светодиодный индикатор уведомлений. Ну и, конечно же, оба смартфона получили комбинированные лотки для сим-карт. Но дело в том, что Redmi Note 7 может похвастаться инфракрасным портом для управления техникой. Ну и, конечно же, есть защита от брызг, да. Ну, она, конечно же, не суперкрутая, но все равно. А вот Lenovo Z6 Lite, к сожалению, ничего такого не получил. Два этих китайских чудо получили 6,3-дюймовые IPS-матрицы с Full HD+, разрешением. Ну и, конечно же, оба экрана имеют хорошее олеофобное покрытие. Максимальная и минимальная яркость у них одинаковая. Белый цвет у них тоже плюс-минус одинаковый, хотя на Redmi Note 7 он не такой холодный, как на Lenovo. Но во всем остальном это абсолютно два одинаковых экрана, потому что цветопередача у них одинаковая разница вообще нет никакой. Короче, друзья, что один, что второй смартфон получили нормальную IPS-матрицу. Эргономика. И знаете, тут бесспорный лидер, конечно же, Lenovo Z6 Lite, потому что он компактнее и он меньше во всем. Толщина, ширина, высота, короче, он меньше, чем Redmi Note 7. Ну и, конечно же, вес у него тоже меньше, поэтому им пользоваться банально удобнее. Потому что Redmi Note 7, ну, нельзя назвать суперкомпактным смартфоном с диагональю дисплея 6 и 3 дюйма, потому что много уже китайцев, которые с такой же диагональю имеют гораздо меньше габариты. Поэтому тут красавчик Lenovo. Мультимедийные динамики. Ну что ж, для меня это очень важный параметр. И знаете, два этих смартфона меня и вас тоже не разочаруют, потому что звучание здесь хорошее. Все замечательно, хорошая громкость, хорошее качество. В общем, друзья, вот вам сравнение и смотрите, точнее слушайте, кто вам нравится больше, Lenovo или же Redmi. Производительность оба смартфона имеют одинаковый набор памяти 4,64. Redmi Note 7 получил в качестве процессора Snapdragon 660. А вот Lenovo Z6 Lite может похвастаться Snapdragon 710. Ну что ж, встроенная память быстрее на Redmi Note 7, а вот оперативная память уже быстрее на Lenovo. В тесте на троттлинг оба смартфона выдают средние результаты, но все же на Lenovo они лучше, хотя идеальными их тоже назвать нельзя. В повседневных задачах оба смартфона работают плюс-минус одинаково, но все же, как по мне, на Redmi все будет поплавнее, потому что на Lenovo программное обеспечение пока что сырое. И об этом я говорил в полноценном обзоре. В общем, друзья, вот вам спидтест сравнения, так что смотрите и оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тогда тоже все будет замечательно. Танки на высоких настройках выдают 57-60 фпс на Lenovo и 50-60 фпс на Redmi. Все зависит от карт. Разблокировка. Ну что ж, оба смартфона получили обычные типичные сканеры на задней крышке. И знаете, тут бесспорный лидер, конечно же, Redmi Note 7, потому что у него сканер банально быстрее и стабильнее. На Lenovo он медленный и скорость у него реально посредственная. А также оба смартфона имеют разблокировку по лицу и тут тоже Redmi Note 7 берет и уделывает Lenovo Z6 Lite без проблем, потому что на Lenovo разблокировка тоже по лицу медленная. А автономность Redmi Note 7 получил банку на 4000 мАч, а вот Lenovo Z6 Lite получил банку на 4050 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку, но для Redmi Note 7 ее нужно покупать отдельно, а к Lenovo она идет в комплекте. Итак, на деле оба смартфона показывают плюс-минус одинаковые результаты, то есть полтора дня при средней нагрузке и все. Больше ничего с данных смартфонов вы не выжмете, хотя Lenovo Z6 Lite должен работать дольше. Но нет, друзья, программное обеспечение сырое и он, к сожалению, больше ничего показать пока что не может, потому что тот же Realme 3 Pro имеет плюс-минус такие же характеристики, но он живет дольше. Он живет спокойно два дня при средней нагрузке, а вот Lenovo не может. Итак, тесты игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. PUBG, Redmi Note 7, 10% заряда уходит за 26 минут. Lenovo Z6 Lite, 10% заряда уходит за 28 минут. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости плюс Wi-Fi. Redmi Note 7, 7 часов 12 минут. Lenovo, 7 часов 28 минут. Воспроизведение видео на максимальной яркости фильм, скачанный на смартфон без интернета. Redmi Note 7, 8 часов 44 минуты. Lenovo, 8 часов 16 минут. Итак, камеры Redmi Note 7 получил хайповые 48 Мп от компании Samsung Plus. Дополнительный модуль на 5 Мп и фронталочка на 13 Мп. Ну и, конечно же, есть поддержка Google Камеры. Lenovo Z6 Lite получил тройную основную камеру на 16, плюс 8 и плюс 5 Мп и фронталку на 16 Мп. Отмечу сразу, на Lenovo Z6 Lite есть двухкратный оптический зум. На Redmi, конечно же, такого нет. Итак, начнем мы с портретного режима. Оба смартфона делают нормальное хорошее размытие. А вот детализация лучше на Lenovo. Да и шумов у него меньше. К сожалению, тут Redmi Note 7 сливает Lenovo Z6 Lite. Итак, обычный режим при хорошем освещении, без использования Google Камеры на Redmi Note 7. И тут, я думаю, все очевидно. Lenovo уделывает Redmi Note 7 по детализации без проблем. Ну и, конечно же, шумов у него тоже меньше. На Redmi Note 7 детализация хуже, да и шумов больше. Ну а теперь включаем Google Камеру. И знаете, ситуация вообще никак не изменилась, потому что детализация все равно хуже и шумов больше. Да, в целом, фотографии смотрятся очень сочно, красиво, но по детализации и по шумам они уступают Lenovo Z6 Lite. Итак, плохое освещение. И тут уже Redmi Note 7 просто берет и размазывает Lenovo Z6 Lite по стенке без проблем. Потому что даже без использования Google Камеры у него детализация выше, шумов меньше, фотографии гораздо сочнее. А если включить Google Камеру, то все. Хана Lenovo. Можно хоронить заживо этот смартфон, потому что Redmi Note 7 показывает шикарнейшие фотографии с Google Камерой при плохом освещении. Фронтальная камера однозначно лучше на Redmi Note 7, потому что детализация выше, да и сами фотографии выглядят гораздо сочнее и лучше. Ну что ж, вот такое вот сегодня у нас получилось сравнение двух интересных китайских смартфонов. И я думаю, каждый из вас сам решит для себя, какой смартфон ему больше подходит. Но я думаю, в принципе, тут даже не нужно подводить итоги. Все очевидно. Redmi Note 7 все равно красавчик. И данное чудо гораздо сбалансирование и гораздо популярнее, чем Lenovo Z6 Lite. У которого, да, процессор лучше. Стоит он дешевле, но, блин, тягаться с Redmi Note 7, к сожалению, он пока что не может. Да, возможно, когда ценник будет там 135 баксов за версию 464, то, да, блин, Lenovo Z6 Lite это крутое предложение. Но все равно программное обеспечение сырое. Вот на Redmi Note 7 сейчас уже все более-менее хорошо. Да и ценник опустился неплохо так. В общем, друзья, все ссылочки в описании. С вами был Димон, канал Всегитай. Всем удачи, всем пока!